Я покажу как своими руками собрать солнечную батарею Для зарядки телефона, смартфона, планшета, фотоаппарата, навигатора В общем любых устройств, которые заряжаются от USB или 5 вольт Первое что нам потребуется это солнечные элементы Так как вырастить монокристалл кремния в домашних условиях крайне затратно Я рекомендую купить заводские, стоят они недорого Нам потребуется ровно 12 штук А вот размер может быть любой Разумеется чем больше элемент, тем большую мощность он сможет отдать К примеру такие элементы отдают ток в 1 ампер Ими хорошо заряжать одно устройство А вот такие элементы отдают ток в 4 ампера Соответственно можно заряжать 2 или 3 устройства одновременно Следующее что нам потребуется это корпус Я вырезал его из твердой пластмассы Прикрутил два мебельных навеса, чтобы батарея закрывалась как книжка По краям приклеил бортики из той же пластмассы Для того чтобы элементы находились в углублении Это защитит их от нажимов и ударов И они не треснут во время транспортировки и перевозки Первый корпус у меня был сделан из гибкой пластмассы И в результате элементы потрескались Но их удалось восстановить пропаяв те места где они треснули Теперь приступим к сборке непосредственно батареи Элементы нужно спаивать последовательно То есть один за одним Берем кусочек провода И один его конец припаиваем к верхней части одного элемента А другой конец соответственно к нижнему металлизированному покрытию второго элемента То же самое делаем со вторым элементом С третьим, четвертым и со всеми 12 При таком подключении на выходе мы получаем именно то напряжение Которое необходимо для зарядки USB устройств Преимущество такого подключения, что не требуется контроллера заряда То есть напряжение с элементов можно сразу же подавать на USB разъем Элементы я приклеиваю на термоклей Важно, чтобы они как бы висели на капле термоклея в середине Тогда даже если пластмассовый корпус немного погнется Усиление передастся на элементы И они не треснут Это придает дополнительную прочность и надежность всей конструкции Помни, что один треснутый элемент может вывести из строя всю батарею Разумеется элементы не должны касаться друг друга Иначе произойдет короткое замыкание Если не хочешь паять, то можно купить уже спаянные элементы Частично или полностью Тогда останется только подсоединить USB разъем Который можно отрезать от старого кабеля Или разъем для зарядки телефона Который отрезал от старого зарядного Nokia Я собрал небольшую батарею из элементов на 1 Ампер Во-первых, весит мало Во-вторых, немного места занимает в рюкзаке К тому же элементы такие стоят дешевле Но вот возникает вопрос Хватит ли ее энергии в походе? Чтобы использовать всю вырабатанную энергию Я использую маленькую хитрость К примеру, этот смартфон в начале своего заряда потребляет ток более 1 Ампера А с батареи идет 1 Ампер Соответственно, ему не хватает энергии И заряд идет медленно Но интересно, что когда он зарядится наполовину Он начинает потреблять менее 1 Ампера И соответственно, используется не вся энергия солнца Повербанк же, подключенный к батарее Потребляет всю энергию, выработанную из солнца Таким образом, можно избежать потерь К тому же, накопленная энергия может пригодиться в пасмурный день Или если вдруг срочно ночью что-то потребуется зарядить Из моей практики многодневных походов Опыт показал, что такой батареи вполне хватает для зарядки устройств 3-х людей Один раз случилось так, что несколько дней было дождливо и пасмурно Но несмотря на это, накопленной энергии хватило Хотя пришлось немножко поэкономить Зато когда вышло солнце, нам хватило одного дня, чтобы пополнить заряд на всех устройствах Кстати, использовать ее можно не только в туризме Можно также еще на даче, рыбалке, чрезвычайных ситуациях А также если часто отключают свет Скоро я покажу, как без особых затрат Своими руками собрать мини-солнечную электростанцию На 220 вольт Подпишись, чтоб не пропустить Подпишись, чтоб не пропустить